Всем здрасьте, снова я, сегодня у меня ZA5 Compact, в отличном состоянии, но не работает нижняя часть тачскрина. Заказал дисплейный модуль, сейчас мы его поменяем. Пристегивающийся тач, подсветка, надеём дисплея, проклеенный. Закрытым брендом, достаточно неплохое качество. Итак, ставлю телефон на сепаратор, снимаем крышку, дисплей, по ходу разбираемся. Нагрели крышку, 100 градусов, минута-две, и она легко открывается, отклеивается от каркаса. Хорошо сняли, целый скотч остался. На него же и посадим, предварительно нагрев. Менял один, может два раза, последний раз, наверное, год назад. Поэтому, честно скажу, не совсем, не очень помню, что тут как делается. Поэтому, по ходу разберёмся. Снимаем линты. Снимаем линты. Антелька NFC. Антелька NFC. Отклеиваем вспышку. Отклеиваем вспышку. У меня, конечно, в том числе. Блин, просто. Блин. Объединяем линты. Объединяем линты. По входу. Приятного аппарата. Так, ну винты вводим все одинаковой длины, одинакового размера, еще разъем, отстегиваем батарею. Итак, давайте сначала снимем дисплейный модуль, там дальше будет видно что делать. Итак, стоим на 100 градусах. Снимается легко, как видите, после такой температуры. Минута 3 наверное он не стоял. Так, и разъем у нас уходит под защитный экран металлический, поэтому сейчас необходимо снять батарею. Она у нас на жгутах. Телефон горячий, они сейчас могут оборваться, лучше конечно подождать пока он остынет. Ну что ж, крутые здорово рвутся. После того как телефон побывал на сепараторе. Все-таки попробую. Эх, черт. Минута 3. Эх-эх, черт. Эх, черт. Я буду тихим. Да. Эх, черт. Минута 4,5. Немного вверх. Минута 4,0. В снятике. попытка номер два нет совсем забыл просим извлекаем слот больше там еще нету на сразу и не сообразишь что тут делать. Походу батарею можно и не отклеивать. Мне так кажется. Потому что шлейф, разъем дисплея, дисплеяного модуля пристегнут в другой стороне. Достаточно ее просто отстегнуть. Так, давайте отсегнем дисплеяный модуль. Вот такая вот мина. Так, и здесь у нас, если мы сможем пристегнуть дисплейный модуль отсюда, то в принципе можно ничего не отстегивать. Здесь у нас разъем наушников пристегнут в системке. Ну и всяческие элементы. Кнопка включения, шлейф. Как видите, да, изнутри. Шлейф кнопок. И с той стороны еще. Так, это у нас наружный разъем. Ну, короче, так и поступим сейчас. Сейчас сначала подкинем дисплей, проверим. Что-то у нас интересного. Драйвер закрыт. Скотч двусторонний. Дисплей тоже, как видите, закрыт специальным покрытием. Толщина вроде бы одинаковая, что немаловажно. Часто бывает, что расходятся. Кстати, не совсем одинаковые. Можно посмотреть, да, видно, что на неоригинальном она немного толще. Тогда из этого следует, что при постановке дисплея у нас немного будет выступать. Будет немного выступать. Не знаю, видно ли, но он реально немного толще. Это не есть хорошо. К сожалению, других моделей у нас нету. Будем ставить, что делать. Так, что-то там надо заклеить. Давайте заклеим драйвер. Смотрим драйвер. Здесь у нас тоже все элементы закрыты. Но этот скотч вряд ли мы сможем снять. Поэтому заклеим обычным капсоном. Заклеим. 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 Ну и вот. Теперь нужно его, короче, вставить. не очень удобно так устал застёгиваем пристёгиваем авторию снова это у нас разъём зарядки можно будет не отстёгивать включаем аппарат так у нас была планка прижимная поэтому так 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 Включили. Дисплей загорелся, ждем загрузки. Загружается заставка. Вот нижняя часть заработала. То есть дисплей у нас работает. Все, отлично. Демодели компакт. Все, причем, достаточно замороченные в конструкции. Отключаем батарею. Отстегиваем дисплей. Так, и, по-моему, на кнопку включения у меня полетела. Оторвался контакт. Не пойму, то ли он был оторван, то ли я его задел. Короче, мне надо его восстановить. Итак, друзья, такая вот случайная половка у нас вышла. Помимо замены дисплейного модуля, все-таки пришлось соединить системку с батареей, потому что кнопка включения каким-то образом вышла из строя. Вот видите, нету контакта здесь. Честно говоря, не помню, чтобы я задел, но все может быть. Может, я задел, может быть. Может быть, она уже была оторванная. Вот я ее нашел. Сейчас мы ее приглядим обратно с помощью суперклея. Совсем немного. Итак, капаем суперклей. И возвращаем на место. Сейчас она подсохнет. Вставляем обратно. Так, вот эта беда у нас отсюда, походу, сразу не сообразишь, как ее вставлять. По-моему, дошло. Ориентируюсь на отверстие. Есть. Поставили. Поставили. Появился клик. Кнопка на месте. Да, смотри. Так, да что ж, мы сняли систему. Давайте посмотрим порядок монтажа. Да, значит так и делаем. Сейчас приклеиваем дисплей, дальше пристегиваем системку. Вот этот шлейф, нижний микрофон и два разъема. Один шлейф основной и шлейф дисплейного модуля. Ну и всё, дальше уже проще. Итак, Чистим поверхность. Достаточно грязная, поэтому давайте почистим её изопропилом. Высыхает моментально. Очистили, обезжирили. Молосим клей. deadlines. Чистим очистить. Кам Snapdragon. Достаточно грязна за просиссу дня, но в результате несколько разъемаENTS в корпусе. Продолжение следует... 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 далее разъем основного шлейфа дисплей заклеим все это обратно скотчем каптоном который был динамик пока не соброжу куда его вставлять точнее как давайте посмотрим разъем наушников так да у нас начинает динамик по моему нет сначала идет системка Вставляем камеру. Конструкция, конечно, геморройная, как и у всех компактов, начиная с самого первого. Камера. Линзы стараемся не трогать пальцами, дабы не отмечать, не оставлять отпечатки. Продолжение следует. Пристегиваем нижний разъем. Вставляем динамик. Пристегиваем клипсы на каркасе. Обратите внимание, чтобы они были застегнуты за системой платы. Вот одна, вот вторая, вот третья. Синус лот. Так, антенна. И мои. Синус лот. Синус лот. Синус лот. И мои. честно говоря не помню как он был пристегнут каким концом будет так не столь важно да вот так вот застегиваем антену водонепроницаемости телефона в данном случае можно забыть конечно же понятно что с таким дисплеем который даже не соответствует размеру и обычным клеем B7000 который я посадил водонепроницаемость нарушена конечно же поэтому вообще сомневаюсь что можно восстановить водонепроницаемость телефона даже если вы закажете оригинальный скотч я думаю ничего у вас не получится поэтому мы вообще не заморачиваемся на этот счет просто предупреждаем клиенту что при замене дисплея на данной модели телефон в воду больше не ссувать все таки на заводе изготовители при специальной определенной температуре все это прессуется да еще не факт что вам пришел действительно оригинальный скотч который вы закажете все разогреваем крышку знаете что все еще разогреваем крышку выращивали 14 Всем спасибо за внимание, друзья, я DOF. Подписывайтесь на мой канал. Жду комментарии. Всем удачи в работе. Всех с наступающим. До новых встреч.